И сейчас вернемся к выступлению Юлии Ефимы. Вы на Олимпиаде. Этой ночью она, напомню, выиграла серебро на 100-метровке браса. Историю российской спортсменки, обвинение в употреблении допинга и ее противостояние с американскими соперницами сегодня одна из самых обсуждаемых тем. О том, в каком состоянии Юлия подошла к играм и как она сама оценивает свой результат, узнаем у нашего специального корреспондента в Рио Ольги Скобеевой. Ольга, здравствуйте. Вы общались с Юлией после соревнования. Какие эмоции она испытывает и как будет готовиться к следующему старту? Здравствуйте, Анна. Ну, во-первых, мы сейчас находимся на территории стадиона, водного стадиона, где два с половиной часа назад завершился самый драматичный сегодняшний финал в плавании. За моей спиной те самые дорожки. Дорожка номер 4, по которой плыла Юлия Ефимова, и дорожка номер 5, по которой плыла ее главная конкурентка, американка Келли Кинг. Здесь состоялся этот финал, и сюда на стадион были распроданы абсолютно все билеты. Было огромное количество американских болельщиков. Юлия Ефимова, естественно, хотела победить. Юлия Ефимова, естественно, претендовала на золотую медаль. Хотела доказать, что российская команда самая сильная. Еще и потому, что вчера, как известно, ее американская соперница ни с того ни с сего перешла на личности и, проплыв в полуфинале, подошла к журналистам. И, несмотря на то, что они не задавали никаких вопросов про Юлию Ефимову, заявила, что она употребляла допинг, потому финал ей кажется достаточно странным. Это заявление и эти комментарии сегодня публиковали во всех абсолютно газетах. И все, конечно же, не могли обратить внимание еще и на то, что стоя уже на пьедестале, американка, что совершенно не принято в спорте, не пожелала поздравить Юлию Ефимову, которая завоевала серебряную медаль. Сама Ефимова, естественно, бесконечно расстроилась к журналистам. Она подошла в своем фирменном ярком купальнике и вся в слезах. Она плакала на протяжении 30 минут. Ее не могли успокоить и, наконец, стало известно. И, наконец, стало понятно, что вся та сдержанность, о которой она говорила на протяжении последнего полугода, ведь от Олимпийских игр ее отстранили еще в феврале. Это всего лишь нервы. Сегодня нервы сдали. Давайте послушаем первые слова Ефимовой после того, как она вышла из бассейна. У меня была, мягко говоря, с урона подготовка. Это не то слово. Со всеми нервами, со всем, что было. Злость, это, конечно, хорошо, но также нужны еще тренировки, сон, подготовка. Я очень много болела и очень переживала. И вообще то, что я скажу, я не знаю, каким образом я сейчас пуваю, как я заняла эту серебряную медаль, и как я стою тут и разговариваю. Юлия Ефимова ответила на вопросы абсолютно всех журналистов. Она пообщалась с американскими журналистами, а вот американская пловчиха проигнорировала всех российских журналистов. Сама Ефимова общалась с журналистами на протяжении получаса, и все это время в слезах. Первое, что она хотела сделать, обнять своего папу. Папа все это время ждал ее за трибунами. Папа является ее тренером, который, как известно, перед началом, перед стартом этой Олимпиады, подарил Юле золотые сережки с олимпийскими кольцами. Папа сказал, что дочерью, естественно, гордится, и рассказал, что все это ей далось по-настоящему тяжело. Давайте послушаем его слова. Она говорит, что ее не спала толком. Нервничала, конечно. Это было все последнее время. Я говорю, было очень большое психологическое давление. И то, что Юлька его все-таки выдержала, она умничка. Я, как папа, могу гордиться своей дочкой. После была еще и совместная пресс-конференция, на которой американской пловчихе, естественно, задали вопрос, по какой причине она не посчитала нужным поздравить Юлию Ефимову. Американская пловчиха прилюдно извинилась. Ну а сама Ефимова после пресс-конференции отправилась не в Олимпийскую деревню, отправилась не в свой номер, а пошла в бассейн и тренировалась еще на протяжении полутора часов. Ведь послезавтра у Ефимовой новый старт, и она снова претендует на золотую медаль. Мы сейчас, как я уже говорила, находимся на территории того самого водного стадиона, откуда сама Юлия Ефимова уехала, несмотря на то, что соревнования закончились уже больше двух часов. Уехала всего 10 минут назад. Все это время она сначала тренировалась, потом ждала свою очередь на допинг-контроль, а после проходила этот допинг-контроль. Сейчас Юлия Ефимова уже отправилась в Олимпийскую деревню. Анна. Спасибо, Ольга, за выступлениями российских спортсменов в Рио. Следит наш специальный корреспондент Ольга Скобеева. Продолжение следует... Продолжение следует...